Представьте, что мы хотим взять в долг 50 рублей. Это размер основной суммы кредита. Обозначим его буквой «К». Мы берем эту сумму на 3 года, то есть «Т» равно 3. И, допустим, проценты по этому долгу пересчитываются не раз в год, а 4 раза в год, то есть каждые 3 месяца, а процентная ставка пусть равняется 10%, при условии, что проценты начисляются раз в год. Но поскольку мы начисляем проценты 4 раза в год, то мы будем делить ее на 4. 10% — это 1 десятая. Я рекомендую вам нажать на паузу и попробовать самостоятельно вычислить, какую сумму мы должны будем вернуть, если берем в долг 50 рублей на 3 года. Начисляем проценты 4 раза в год, каждый раз 10%, деленных на 4. Тогда какую сумму мы должны будем вернуть по истечении 3 лет? Давайте выпишем. 50 рублей — это основная сумма кредита. Мы взяли кредит на 3 года, при этом пересчитываем проценты 4 раза в год. Значит, в общем срок кредитования делится на 12 периодов. И каждый раз мы умножаем сумму кредита на 1 плюс процентная ставка. Запишу ее в десятичном виде. 10 сотых. Делим процентную ставку на количество периодов в год, то есть на N. Если мы возведем это выражение в степень N, то получим сумму за год. То есть в нашем случае надо возвести в четвертую степень. Получаем сумму через год. Но мы взяли кредит на 3 года, поэтому получается 4 раза за год умножить на 3 года, хотя я вместо N напишу в знаменателе 4. Если хотите, можете нажать на паузу и посчитать на калькуляторе, чему это равно. А я сейчас хочу показать основной принцип на конкретных числах. Мы берем основной кредит и много раз умножаем его на 1,25. После каждого периода долг возрастает на 2,5%. Далее мы проделываем эту процедуру столько раз, сколько у нас всего периодов. 3 года по 4 периода в год. 4х3 – это 12. В итоге у нас получится сумма, которую нам придется вернуть через 3 года. Можно записать это выражение в общем виде. k умножить на 1 плюс... Сразу закрою скобки. p разделить на N в степени N умножить на t. Вы можете подставлять в это выражение разные значения k, t, N и p. Таким образом, получать полагающуюся к возврату конечную сумму. В прошлых видео мы узнали, что если N стремится к бесконечности, то вот такое выражение стремится к определенному пределу. Давайте подумаем, что это значит. Если рассмотреть вот эту формулу при N стремящемся к бесконечности, что она будет означать? Получается, что мы делим год на все более и более мелкие фрагменты, на почти бесконечное число фрагментов. То есть мы получим непрерывно начисляемые сложные проценты. Это очень интересное понятие. По сути, мы делим год на бесконечное количество крохотных мгновений. И каждое мгновение мы начисляем некое крохотное число процентов. И, как мы увидели в прошлых видео, в результате у нас не получится бесконечно большое число. Это выражение имеет некий предел. А значит, мы можем попробовать вывести формулу для непрерывного начисления сложных процентов. Эта формула часто используется в банковской и финансовой среде. Давайте посмотрим, чему же это равно. Первым делом я сделаю замену переменной. Я хочу привести это выражение к виду, напоминающему то, что написано в первой строчке. Введем новую переменную, x, и пусть x равняется обратной дроби к той, что у нас написано в скобках, чтобы вместо нее получилась единица на x. Таким образом, x у нас равняется n разделить на p. Или, иными словами, n равняется x, умноженному на p. p у нас — обычная константа, она не меняется. Значит, когда x стремится в бесконечность, то и n стремится в бесконечность. И наоборот, если n стремится в бесконечность, то и x стремится в бесконечность. p — это просто число, фиксированная процентная ставка. А в пределе мы меняем n. Теперь можно переписать это выражение немного по-другому. Я не хочу глубоко погружаться в математику, лишь хочу показать вам, откуда берется эта формула. Когда n стремится в бесконечность, то и x стремится в бесконечность. То есть мы можем под пределом вместо n написать x. Теперь у нас x стремится в бесконечность. Далее. Если мы считаем предел некоего выражения, умноженного на константу, эту константу можно вынести за предел. Слева у нас получается k умножить на предел при x, стремящемся к бесконечности. Что у нас остается в пределе? Единица плюс p разделить на n — это у нас единица на x. И что у нас получается в показателе степени? n у нас равно x умножить на p. Показатель степени теперь равен x умножить на p и умножить на t. У нас получилось знакомое нам выражение. Давайте я его скопирую. Преобразуем немного. И это все равняется. k умножить на... Поставлю скобку. В скобках поставлю вот этот предел. Если мы возводим что-то в степень x умножить на p умножить на t, это все равно, что сначала возвести выражение в степень x, а затем в степень p умножить на t. За скобкой у нас остается степень p умножить на t. Это следует из свойств степеней. Я мог бы расписать этот шаг подробнее, но, надеюсь, вы понимаете, что я делаю. Я воспользовался свойством предела. Предел при x, стремящемся к c, некой функции f от x, в степени x pt равен пределу при x, стремящемся к c, функции f от x в степени x, и все это в степени pt. Что у нас получилось в желтых скобках? Знакомое выражение. Это все равняется числу e. Смотрите, какая удивительная получается формула для непрерывного начисления сложных процентов. Если мы берем деньги в долг под непрерывно начисляемые сложные проценты, то в конце периода кредитования мы должны будем вернуть k умножить на e в степени pt. Давайте теперь подставим формулу конкретные значения. Если вы берете в кредит 50 рублей на 3 года под 10 непрерывно начисляемых сложных процентов годовых, то мы не делим теперь год на 4 отрезка, а мы делим год на бесконечное количество отрезков. Проценты будут начисляться каждое мгновение. И посмотрим, сколько же нам придется вернуть через 3 года. 50 умножаем на e в степени, процентная ставка у нас 1 десятая, и умножаем ее на время. На 3 года. Получается, что вы должны будете вернуть приблизительно 67 рублей 49 копеек. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.